Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я готовлю рыбные котлеты. Для приготовления мне необходимы следующие продукты. Полкилограмма белой рыбы. У меня треска уже порезана кусочками под мясорубку. Можно брать и другую рыбу. 70-80 граммов шпината. У меня мороженое. Вот в таких брикетах. Можно, естественно, использовать и свежий. Одна средних размеров луковицы или половину крупной. Это примерно 80-90 граммов. Из приправ я буду использовать молотый кориандр и тимьян. Примерно по четверти чайной ложки. Еще мне нужно будет панировочные сухари. Для добавления в фарш и для обжаривания. Соль и перец по вашему вкусу. В рыбу я добавлю чайную ложку лимонного сока. Аккуратно перемешаю и пока отставлю. Кубиком порежу лук. Очень мельчить не надо. Все равно это все вместе будет пропускаться через мясорубку. Лук выкладываю на сковороду с разогретым растительным маслом. Я обжариваю до легкой золотинки. Сюда же выкладываю шпинат и даю ему прогреться. Если шпината нет или вы не хотите его добавлять, можно заменить его каким-то другим овощем. Кабачком или сладким перцем. Лук со шпинатом добавляю к рыбе. И всю эту массу измельчаю на мясорубке или на комбайне. В готовый фарш добавлю чайную ложку без верха. Это примерно 6 г соли. Приправы. И полную столовую ложку сверху панировочных сухарей. Все хорошо перемешиваю. Яйца в фарш я не добавляю, но если вам так привычнее, то можете добавить. На такое количество хватит одного яйца. У меня фарш довольно плотный, поэтому я добавлю холодной воды примерно 50 мл. Но с водой будьте аккуратны, не переборщите, чтобы фарш не стал слишком жидким. Готовый фарш уберу в холодильник на полчаса. Теперь можно формировать котлеты. Я буду жарить в панировочных сухарях. Величина и форма котлет на ваше усмотрение. На сковороду с разогретым растительным маслом аккуратно выкладываю котлетки. Очень плотно выкладывать нежелательно, но мне просто не хотелось оставлять тут парочку одиноких. Огонь делаю чуть ниже среднего и обжариваю их. Когда котлеты достаточно обжарились с одной стороны, переворачиваю. Когда котлетки слегка обжарились с другой стороны, убавлю нагрев до минимума и подержу минуты 3 под крышкой. На этом котлетки готовы. Можно снимать. Вот так они поджарились с другой стороны. Из данного количества продуктов у меня вышло 14 вот таких не очень больших котлеток. Вот так они выглядят внутри. Корнир для котлет выбирайте на свое усмотрение. Мне очень нравится в данном случае стручковая фасоль. Ее я просто припустила на топленом сливочном масле. Вот такие симпатичные рыбные котлеты со шпинатом у меня получились. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Благодарю вас за просмотр! Если рецепт понравился, ставьте лайки, комментируйте, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на наш канал. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч!